Это дом культуры в селе Дачное. Здесь жители называют его клубом. Правда, и как дом культуры он не функционирует, а территория и вовсе ограждена большой стеной, поверх которой красуются колючие провода. Как говорят местные жители, это сделали, чтобы они не мешали работе предприятия Эль Сьюер, которое каким-то образом заполучило здание на временное пользование. Мы с 2004 по 2016 годы бегали и упрашивали, чтобы вернули нам этот клуб. Однако под разными предлогами нас выгоняли. Вы поймите, что местной молодежи некуда идти и развлекаться. Единственный хотя бы клуб мы бы хотели сделать домом культуры, а наполовину физкультурно-оздоровительным комплексом. Есть люди, которые идут в город, а те, у кого нет возможностей и средств, то приходится оставаться здесь и учиться плохому, например, курить. Также одной из главных проблем является то, что документов на это здание нет. То есть документально его не должно существовать. Однако каким-то образом местная компания заполучила его на временное пользование. Если как таковых разрешений нет, непонятно. В основном жители все работают в городе, а дети остаются без присмотра. И куда им деваться, куда им идти. Вот они, что они, выходят на улицу, на улицу что там могут, какие-то там, кто-то курит, кто-то пьет. Вот таких явлений больше становится. А наши ребята, наша молодежь хочет заниматься спортом. Нет, негде ребятам развернуться, показать свои способности, выступить на каких-то соревнованиях, потренироваться хорошо. Потому что дело в том, что у нас единственное здание, где мы можем потренироваться, это школа. Сами понимаете, школа загружена, детей, детей очень много. Хотели его разобрать, вроде как бы наши власти хотели снести. Но дело в том, что здание очень крепкое. Я считаю, нестелесообразно его разносить, это здание по кирпичикам. А лучше создать хорошие условия нашим ребятам. За получением ответов съемочная группа совместно с сельчанами отправилась в Аильный округ. Нам повезло, что именно сегодня там был приемный день. Однако глава Аильного округа Алкана Султонова на месте не оказалась. Он был якобы сильно занят и решил не комментировать спорную ситуацию. На контакт пошел лишь один человек. Земельный специалист Лебединовского Аильного округа Дилет Хачкембаев. По его словам, на данный момент дела направлены в суд и жители могут прождать еще несколько лет. Однако такой расклад сельчан не устраивает и уже в здании администрации начинается потасовка. На данный момент из архивов Чуйской области и Аламединского района мы взяли документы, что там нет никакого здания. Мы в кратчайшие сроки готовим документы в Аламединский районный суд. Местные жители уже поставили новую крышу и новые окна в местный клуб. Однако там требуется капитальный ремонт. Внутри здания как было грязно и бесхозно, так и осталось. На данный момент граждане боятся вкладываться сюда, а вдруг снесут. Ведь буквально пару лет назад власти хотели это сделать.